Улица Красноармейская – одна из главных дорожных артерий посёлка и самая протяжённая – почти 3 километра. Её ремонта местные ждали не один год, ведь здесь находится немало социально значимых объектов. На этой дороге находятся объекты такие, как детские сады, подъезд детским садам, школам, больница наша действительно районная, поэтому магазины основные, то же самое маркеты. В прошлом году смотрели мы и завидовали малым городам, где проходил ремонт именно за счёт средств областного дорожного фонда дорог в малых городах. Но в этом году и посчастливилось нам поучаствовать в этой программе. Эту дорогу мы ждали 20 лет. 20 лет практически мы ездили на дорогах, которые латались. А сейчас мы благодарны губернатору, в первую очередь, за то, что он нас вниманием не обходит. Дорожники трудятся здесь с раннего утра и до вечера. Сейчас укладывают верхний слой. За параметрами следит вся команда. Но пристальнее всех машинист-асфальтоукладчика Сергей Морозов. В профессии он уже около 20 лет. Контролируем подачу смеси. Скорость, толщина укладки асфальта. А толщина какая у верхнего? 5 сантиметров. Всего дорожники уложат на Красноармейской больше 2000 тонн асфальта. Кстати, ремонтируют они и прилегающие улицы. Другие улицы уже выполнены. Выравнивающий слой. Улица Юбилейная и улица Больничная. Четвертая улица Семская. Там уже работы выполнены 100%. Местные власти хотят и в следующем году войти в региональную программу и получить средства из областного дорожного фонда. В выигрыше, говорят, будут все. Жители обрадуются новым, а главное, ровным дорогам в поселке. А муниципалитет сократит траты на ямочный ремонт. Ведь подрядчик кладет асфальт с гарантией. В целом, по области по этой программе починят дороги в 18 муниципалитетах, а это больше 60 километров. Мария Колосова, Сергей Малеев. События дня. Мария Колосова, Сергей Малеев.